Доброе утро! Доброе утро! Ну что, концерт назван в честь астероида «Германия» с порядковым номером 241. Вообще, почему выбрали именно такую космическую тему? Это не наша идея, мы работаем вместе с театром «Щилкунчик» в этом проекте. И они сами это название придумали и мы на самом деле с ним сразу согласились и нашли эту идею замечательную. Почему космическое тему – это современный танец? И, собственно говоря, космос и все полеты в космос – это то, что самое современное и, ну, тоже самое модернное. И почему 241? 241 – это нормальный номер астероидов, который называется «Германия», который был открыт Карлом Лютером в 1884 году. Ну все, теперь все ясно. Вопрос к Ларсу. Ларс, вы, говорят, с радостью приняли приглашение приехать в Екатеринбург, а все потому, что у вас русские учителя. А какие? Я знаю, что русские учителя. В Германии, в принципе, русские преподаватели танца очень любимые и популярные. А почему? Они, потому что самые лучшие у нас. Потому что российская традиция балета – она давняя традиция, очень сильная школа. И вот те представители, которые приезжают к нам из Москвы и Петербурга – это вообще представители лучшей балетной школы. А сколько вообще артистов задействовано в постановке? Это прям все екатеринбургские танцоры? Какие танцы занимаются в этом салоне? В салоне или на этом салоне? Да, я в этом салоне. Вот в том концерте, который состоится 5 числа, я танцую соло. В целом, там, наверное, 10 групп. В принципе, за весь вечер будут танцевать примерно 10 групп танцевальных. Достаточно много. Это будет несколько танцевальных постановок, так скажем. То есть это не один спектакль, а концерт. А легко ли вообще контакт с екатеринбургскими артистами, танцовщиками возник? Условно говоря, сплясались. Вы понимаете, как вы понимаете русских? То есть это исключительно язык танца или вам всегда нужен переводчик рядом? Вы понимаете, что вы понимаете русских? Я пытаюсь с моим небольшим словарным запасом русского языка 3-4 слова изобразить. Но на самом деле хорошо, когда в зале есть человек, который понимает и по-русски, и по-немецки, и сможет получше объяснить, какие движения танцевальные сейчас ожидаются от партнеров. Здорово. У меня есть еще один такой вопрос. Дело в том, что Ларс увлекается живописью, игрой на гитаре и укулеле. Вот у меня вопрос. Вы успеваете заниматься всем этим или приходится разрываться, чем-то жертвовать? Ну конечно же, невозможно все делать на таком высоком профессиональном уровне, как хотелось бы, если всем сразу заниматься. Ну вот танец это мое основное занятие, это мое профессиональное занятие, а все остальное это скорее хобби. Мы напоминаем нашим телезрителям, что 5 октября на сцене театра балета «Щелкунчик» состоится концерт «Стирот номер 241». Ну а у кого не будет возможности на него сходить, прямо сейчас вы увидите фрагмент танца от Ларса Райншмитта. Добро публики. «Добро публики. Затемugar пот 실ше и всё оставля projekt с темективами форEm elevator TVs». Компринь р зале «Щелка мы с герой». Вам кто нравится от первого вулкта? Vernon, как 이유ся в телезрителе, будто ее есть в себя и вперед, как и все остальные проблем слои и defined-с� sau чуть-ч compliqué с дальние пустых число. До случая перебить нахват то все благо, если мыiałem удобно сдачات пауза. Продолжение следует... Слушайте, ну это просто здорово, великолепно. Спасибо вам огромное. Хочется поаплодировать. И давайте напомним, у нас в гостях были атташе по культуре Генерального консульства Германии Себастин Райнхольд, Ларс Райншмидт и Илона Сухнина. Прямо сейчас перейдемся на короткий коммерческий перерыв, после возвращаемся в эту студию.